Привет, мои дорогие! Это ваш расклад на будущую неделю на картах Ленорман. Здесь вы узнаете, какие тенденции помогут вам в течение каждого дня, начиная с понедельника до следующего воскресенья. Вы получите советы от карт, вы получите помощь и обязательно с пользой для себя проведете время на этом видео, а также хорошо отдохнете, потому что это духовность тоже. Конечно, познание себя и так далее. В общем, все полезное. Я для вас буду брать карты, которые вам покажут не только будущее, но и дадут советы. Начинать я буду с понедельника, и в каждый день недели я буду брать по две карты. Итак, на понедельник. Что вас ожидает в понедельник? Карта номер 1 и карта номер 2. Давайте будем открывать и смотреть. Это карта сердца. Это, конечно, очень хороший знак. Это знак того, что понедельник будет успешный, удачный. Ваше сердце будет в хорошем расположении духа. Во-первых, карта дает настроение на целый день, и сердце говорит о том, что настроение у вас будет хорошее в понедельник. Это вот 100%. Если по какой-то причине кто-то захочет вам испортить настроение, а таких людей у нас у всех полно, у которых у самих плохое настроение, не хотят испортить его другим, вспомните об этой карте, потому что это тоже талисман. И тогда, несмотря на какие-то обстоятельства других людей, или что у каждого свой план, у других людей относительно вас будут вас дергать в ту или другую сторону, ваше сердце будет петь от радости. И вы скажете, это все меня не касается, это мой день, и я хочу наслаждаться, я хочу кайфовать. Но это только самое главное, как пилюля, как лекарство вам. Второе, что вы хорошо все будете чувствовать, потому что когда сердце расширяется, в нем ощущение счастья, это расширение. Ощущение счастья вообще основная цель всего космоса – это расширяться. Поэтому я всегда говорю о расширении возможностей. Сердце, когда сосуды расширены, когда в них достаточно питательных веществ, когда они расширены, нет никакой зашлаковки, всяким холестерином, тогда сосуды здоровые, когда они расширены, дышат тогда, когда сердце дышит от радости. То есть символ сердца, он говорит о том, что понедельник – это день расширения возможностей, а также день прекрасного самочувствия, может физических упражнений, потому что для сердца нужна закалка, нужна активность движения, сердце – это орган движения. А также это любовь. Это вам намек на то, что любимый человек хочет вам сделать приятное и сделает. То, что он напишет какие-то приятные слова или скажет, или обнимет – это миллион процентов. Но еще может быть что-то очень судьбоносное, например, пригласит в ресторан, станет на колени и скажет, что любит вас. Это у многих проиграется. Когда выходит карта сердца, это прежде всего о любви. Понедельник – день любви. День любви к работе, потому что большую часть своего времени мы, конечно, посвящаем работе все. Это любовь между домашними, это любовь между людьми, партнерами. Это хороший знак. Это хороший знак удачного дня. И если опять скажу, что кто-то захочет вам испортить этот день, это ваш оберег. Вспомните карту сердца, настроение сразу улучшится, гарантированно. Вторая карта. Вторая карта еще лучше, потому что это карта сад. Посмотрите. Это говорит о том, что у вас будет гармония в сердце. Вообще, в картах Ленормана это как мы составляем предложение, в принципе. В сердце гармония, в сердце радость, гармония в работе. Например, столько, сколько вложились, столько и пользы принесли другим. Такой и у вас результат. Понимаете, там все завязано. Мы вкладываемся в работу, вкладываем энергию, приносим пользу другим. Другие люди платят. Но это я вам говорю, как честный нормальный бизнес работает. Другие люди платят с удовольствием. Кстати, платят. Они отрывают от себя, потому что знают, что то, что они купили, это им нужно, это им послужит хорошо, и это сделано качественно. Вот это называется здоровые отношения, товарно-денежные. Кстати, Венера отвечает и за товарно-денежные, и за любовные. Так что я могу с уверенностью сказать, что карта сердца – это карта Венеры. Венера отвечает за счастливые отношения. И такие вот счастливые, товарно-денежные, как-то слово такое, да, коробит немножко. Но на самом деле в семье, когда так, всегда семья будет долго жить и счастлива. То есть здесь взаимоуважение, как бы партнерство больше, да, не рвем друг другу сердце, потому что, если бы не вышла карта гармонии, например, а здесь была бы карта змея, так бы получалось, что люди рвут друг другу сердце. На самом деле любят друг друга, но как-то не умеют по-другому разговаривать. Вот. И такие отношения в семье, конечно, они мало-помалу портят их, и они сходят на нет, потому что мозг и организм человека, он уходит от того, что для него неприятно. Поэтому там, где есть надрыв, там, где есть претензии к друг другу, это как, знаете, как вода камень точит. Со временем такие отношения сходят на нет. По этой причине вам вышли карты сердца и гармония, сад, о том, что каждый день помним, что то, что мы сегодня делаем, это мы делаем свое будущее. Как мы относимся там к себе, да, например, себя не ругаем, себя любим, ухаживаем за собой правильно, также свою жизнь не ругаем, а делаем все, что мы можем, чтобы все было хорошо, и так далее. В общем, хороший, гармоничный, счастливый день. Могу еще там два часа говорить об этом, но буду закругляться, потому что перехожу на вторник. Итак, вторник. Стол видно не очень, поэтому, так хотя бы краешком видно, что понедельник прошли, чтобы вы могли ну соизмерять, мониторить, какой день. Итак, вторник. Какие тенденции будут во вторник? Первая карта и вторая карта ее объяснит более подробно. Во вторник тенденции, ну, небольшое, как бы, setback называется, когда вы работаете, все хорошо, понедельник, вы уверены, что все идет хорошо, и вдруг небольшой setback, например, поставки не вовремя, или не заплатили вовремя, но я говорю о физическом мире, или, например, заказали где-то время, appointment, то есть время заказали где-то, или у нотариуса, или где-то в поликлинике, и позвонили, что не получается что-то, не сложилось что-то, но это временный setback, временные препятствия, потому что вы видите, здесь переменная облачность, карта тучи, то есть погода такая, ну, набежали тучки, чуть-чуть так, дождик пошел, но это тоже бывает, когда идет дождик, нам отдохнуть нужно, в общем, это тоже нужно, природа делает это не зря. всадник, всадник, это кавалер, или же это какие-то хорошие новости по работе, или по самочувствию, всадник это всегда новости, и всегда хорошие у Ленорман, потому что здесь компонуется щировой мастью, то есть это всегда счастье, любовь, достаток, благополучие, то есть смотрите, вроде договорились о свидании, и погода испортилась, в парк не пойдешь, вроде договорились о свидании, и работа какая-то срочная, вроде опять же договорились встретиться, и ребенок позвонил, забери меня, или еще что-то, ну, в общем, вы примерно понимаете, я только пример привела, во вторник свидание точно будет, но оно как бы может омрачиться, например, вы встретились, обнялись, или с подружкой, или с любимым, и так все хорошо идет, и вдруг набежали тучи, какая-то жалоба, какое-то недопонимание, ну, небольшое, и вы думаете, как-то так, ну, настроение поменялось, и как-то все пошло немножко в темную сторону, но это временно, так бывает, ведь мы познаем солнце, когда есть светотень, вот у меня сейчас солнечный тень, вы видите светотень, даже вот на моих дровишках, на моих дровишках светотень, то есть, если бы не было тени, и света бы, мы свет бы так не прищетит, мы бы так не восхищались светом, да, так что это вот такая светотень, во вторник день, он красочный, разнообразный, будут и приятные встречи, и небольшие такие, не то чтобы разочарования, но небольшие обстоятельства, которые будут требовать вашего внимания, допустим, где-то вот так, я бы сказала, так, следующая карта, это на среду, это основная, а это помощница, которая ее объяснит, основная карта у нас, карта звезда, 16 номер звезда, кстати, 16 номер карты не зря, в картах нумерологии огромную роль играет, 1 плюс 6 будет 7, а 7 это все те планеты, которые видны, невооруженным взглядом, в астрологии, самые главные планеты, и это звезда мага, то есть, семиконечная звезда, она исполняет желание, поэтому карта звезда исполняет желание, вот в среду очень благоприятный день, кстати, если в один из этих дней недель у вас день рождения, я от души поздравляю и желаю вам личного счастья, здесь карта звезда говорит, что в среду все получится, если было небольшое огорчение во вторник, оно не обязательно у всех будет, но может быть такое, не то чтобы огорчение, как-то вы хотели лучше, чем получилось, где-то ваши ожидания были немножко выше, что такое печаль, это когда мы от жизни ожидаем большего, чем жизнь может быть, да, примерно так, а в среду все вернется на круги своя, и карта звезда говорит о благополучии, об исполнении желания, заморский принц, это карта корабль, но это не обязательно, конечно, принц как мужчина, это только если вы желаете, мужчин вы 100% найдете, но заморский может, потому что он из другой культуры, вообще другой человек, любой заморский, другие люди, это всегда другой мир, это могут товары быть из-за границы, вы может купите что-то по интернету, то, что вас сделает звездой, что-то может красивое, по уходу за собой, или одежда, или в свой дом, в интерьер, что-то приятное, ну будьте осторожны, конечно, там продумайте все хорошо свою покупку, но вы же вообще осторожный человек, так что все будет хорошо, корабль говорит о переменах, среда, день перемен, и в какую сторону, в лучшую, то есть, получается так, корабль это перемены, а звезда, что вселенная повернется, в ту сторону, в которую нужно, для вашего личного успеха, очень успешный, гармоничный день, и день, который приносит то, чего для себя хотите, в конце дня, не забудьте, вот именно в среду, даже если вы не почувствовали, что что-то улучшилось, улучшения уже идут, вы просто не можете их воочию увидеть, но они уже сто процентов будут, не забудьте в конце дня поблагодарить вселенную, у меня есть такая тетрадка благодарностей, такой блокнот, в которой я записываю или зарисовываю, ну я вообще люблю зарисовать, зарисовать мою мечту, и каждый день что-то небольшое, это называется дудл, я вообще не художник, у меня дудл получается, то есть так схематично как-то немножко, или зарисую, или напишу одно слово какое-то, как заклинание, молитва, аффирмация, то есть каждый день хотя бы одно, два, три чего-то, за что вы благодарны, за что вы благодарны вселенной, жизни, и почему у вас сердце поёт, почему вам приятно, потому что мозг наш любит приятное, и тогда он нам платит психическим здоровьем, поэтому в среду запишите себе в дневник, в конце дня, то, что приятное случилось, даже если вы пошли на прогулку, увидели какой-то очень красивый цветок, но это, я так говорю, самое такое простое, или же вы хорошо себя чувствуете, или туфли не жмут, есть такая интересная вещь, когда у человека психическое здоровье, когда он идёт на прогулку и говорит, я сейчас заметила, что туфли не жмут, подходят мне, мне удобно в них, или любимый человек обнял, кто-то вас любит, это уже подарок, понимаете, или вы кого-то любите, или купили ваш товар, вы сделали что-то с любовью, купили ваш товар, и у вас деньги есть, то есть благодарность какая-то, потому что у вас будут идти дела, корабль часто показывает торговлю, то есть какие-то торговые дела, если вы что-то продаёте, покупаете, или для себя, может удачно что-то продадите, или купите, а также звезда, вы звезда, так что вот среда, если вы хотите свой блог начинать, или что-то, это очень благополучный день, открывать свой блог, или же фотки выставлять где-то в инстаграм, вы будете очень популярны, теперь каждый может быть популярным, и знаете, теперь вообще в тренде простота, даже вот те люди, у которых там всё есть, некие-то знаменитые, они стараются попроще выглядеть, потому что простота теперь в моде, так что мы с вами в моде, мы с вами в тренде, простые люди, это замечательно, такой лагом, простая жизнь, она теперь в тренде, оказывается, простые радости, ой, что-то, перевернулось само, это карта госпожи, карта вопрошающего, это ваша карта, это как бы ваш двойник, которого вы посылаете сюда, для меня, чтобы мы с вами побеседовали, вы пришли ко мне в гости, я вас приглашаю от души, это ваша карта вышла, от души приглашаю вас в гости к себе, и мы будем с вами очень приятно беседовать, а в четверг очень важный день, потому что вышла ваша карта, если вы мужчина, это тоже будет ваша карта, потому что мужчина, это женщина внутри, это первое, второе, просто карта того, кто смотрит и все, независимо от пола, и так, а эта карта объяснит вас, ваше сердечко, я сейчас все пойму про вас, кольцо, вам кольцо, вам подарок, вам подарок или от вселенной, вам подарок от высших сил, вам подарок от любимого друга, а вам подарок от тех, кто заботится о вас, может ваш сын, дочь, родители, может это наследство, что-то приятное, может при жизни родитель решит вам помочь, это как бы такое наследство, наверное, правильное, потому что тогда родитель, он живой, дай бог ему много-много лет жизни, он может насладиться тем, что вам это, вам это нужно было, в общем это здорово. Кольцо это подарок от высших сил, это выполненное обещание, вы себе дали обещание, там самое главное обещание, вам врачи скажут, потому что врачи понимают ценность жизни, самое главное обещание, это следить за собой, за своим здоровьем, вы знаете, у меня оба мои дети, они врачи, и я часто с ними об этом разговариваю, они рассказывают, как часто они видят людей, которые за собой совершенно не ухаживают, не смотрят, и непонятно, почему они этого не делают, ну, скорее всего, связано или с депрессией, или еще с чем-то, или просто по незнанию, поэтому я всегда у высших сил спрашиваю, показать моим слушателям, как лучше ухаживать за собой, чтобы прожить более качественную, счастливую, долгую жизнь, и как раз вам, как госпоже, счастливая, благополучная, долгая жизнь, вы выполните обещание, которое вы себе дали, обещание смотреть за собой, ухаживать за собой, давать себе приятные радости, помогать себе жить счастливо, например, вы пообещали себе, ну, каждый день планку делать, отжиматься там, на прогулку ходить, 40 минут или 20, ну, сколько у вас хватает времени, или час, и вы выполнили обещание, там примерно следить, чтобы рацион у вас такой был, вот диета не хорошее слово, а рацион хорошее, а чтобы такой был рацион, чтобы, ну, всего, всего, пропорции правильные, там, жиры, углеводы, белки, вот, витамины, правильные пропорции, вы выполнили обещание по отношению к себе, как мы, девочки, хорошо умеем продумывать рацион для наших любимых и для наших детей, и как мы плохо к себе относимся часто, да, вот эта карта помогает вам к себе лучше относиться, ну, здесь тоже так, кажется банально, но всем очень приятно, если ваши любимые дарят вам подарки, кольцо-то подарки, или выполняют обещание, мужчина пообещал, выполнил, ваш сын или дочь пообещали, выполнили, сосед пообещал, там, после восьми, не шуметь и не шумит, в общем, то, кто вам что-то пообещал, четверг выполнит, так все просто, это был четверг, давайте будем смотреть на следующий день, и это у нас будет пятница, что вас ожидает в пятницу, первая карта скажет основные тенденции, а вторая карта ее объяснит, даст больше информации, так смотрим, основные тенденции, у нас карта башни, четверг будете много работать, эта карта прежде всего работы, тех дел, которые вы делаете, или на предприятии, или вы работаете по удаленке из дома, теперь для всех актуально, я должна все равно сказать, извините, это у нас опять мусор забирает, такая мусорная машина, такая лимонного цвета красивого, забирает мусор, я отключила на секунду камеру, чтобы не было звука, потом решила, почему вы мне не интегрировать звуки города, в мое чтение, ведь это замечательно, сняла для вас мусорную машину, забирает весь негатив из вас, ну вот интегрировали немножко звуки города, почему нет, это все жизнь, и смотрим на четверг, продолжаем, карта башни, это сигнификатор работы, поэтому я могу с уверенностью сказать, что вы будете работать продуктивно, тоже карта башни, это номер 19, если хотите посмотреть, если видно, номер 19, фононумерология, нужно довести до однозначного числа, 1 и 9 будет у нас 10, 10 это тоже двузначное число, 1 плюс 0 будет 1, поэтому это день лидерства, и вот не зря, вот я уже вам говорила, в Ленорман, каждая карта, она, кстати, кольцо, имеет нумерологический расчет, 25 карта, это седьмой номер, звезда мага, не забываем, звезда, хороший звездоносный день, и вся неделя звездоносная, потому что у нас звезда была у нас с вами в среду, а кольцо в четверг, то есть звездоносный такой день, счастливый, и четверг, и среда, понимаете, 19 номер, это номер лидера, номер 1, и башня тоже одна стоит, да, то есть вы у себя номер 1, вот что говорила, так мне карты подтверждают, они говорят, да, Лена, молодец, правильно сказала слушателям, правильно им помогла, да, вот я часто вижу это подтверждение в своих картах, когда я с вами разговариваю, следующая карта, как бы она дает резюме того, что я только что сказала, чтобы, ну, помочь мне что ли понять, меня, меня саму, вести, что я в правильном направлении, говорю слушателям, потому что я беру огромную ответственность за то, что я говорю, ведь канал выходит очень такой яркий, да, и я знаю, что будущее это поле возможностей, если кто-то видит наоборот, в будущем много всего есть, и предсказатель это очень ответственный человек, что он говорит, потому что мы не хотим делать карканье базарное, да, мы знаем, предсказатель знает, что будущее поле вероятности, и мы выбираем из будущего то, что для нас лучше всего будет работать, так что здесь большая ответственность лежит, кто не знает об этом, мне иногда пишут, почему плохое не пророчествуете, я не делаю базарные гадания, нет, я знаю, что будущее многовариантно, нужно выбирать оттуда, что мы хотим для своих слушателей, если их любим, и карта подтверждает это, я от себя ничего не говорю, карты подтверждают, в общем, можно увидеть карту башни, такое базарное карканье, да, что ой, но вы одиноки, будете в пятницу, как это так, ну, будете одиноки, а я могу сказать, что можно сказать, будьте одиноки, а можно сказать, у вас будет уединение, разница есть, чувствуете, да, или же, можно сказать, да, будьте одиноки, а можно сказать, что пятница день, когда своя персона дороже к телу, и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, много работы, человек устает обычно к пятнице, и в пятницу день, когда нужно позаботиться о своем теле, позаботиться о своем здоровье, не забывать о своей персоне, часто бывает так, когда мы работаем, естественно, это правильно, у нас тот человек, для которого мы что-то делаем, он номер один, это правильно в любом деле, но, если мы это делаем, например, четыре часа в день или восемь, это еще куда не шло, но если даже больше, иногда и до двенадцати, все мы с вами в аркоголике до какой-то степени, да, и увлекаемся работой, и все время где-то там, где-то там, где-то там, а как ваша персона, ваша личность, ваше высшее я, хорошо ли вы питались, пока работали, мужчины часто вообще, ужасно, совсем за собой не смотрят, да и многие женщины, что греха таить, потому что часто вы видите, профессионал, но она такая, видно, что она не ухаживает за собой, то есть, на мой взгляд, уход за собой, это недорогая косметика, это самый легкий уход за собой, там, где можно потратить деньги, это самое простое, самое трудное, если женщина, например, видно, что она, ну, не заботится о своем теле, у нее тело уставшее, видно так, да, видно, и это связано с тем, что человек много работает, и делает работу с удовольствием, забыл о себе, почему я так много говорю об этом, я хочу, чтобы вы, по-своему, эту мою мысль сложили для себя в такой алгоритм вашего успеха, потому что уединение в пятницу необходимо, я вам скажу, что происходит часто в пятницу, вот здесь, где я живу, мы видим с мужем, потому что я уже рассказывала не раз, мы в пятницу, когда идем в парк, или в лес где-то, или куда-то на прогулку, мы видим, что люди сидят в ресторанах, или же едят много, они устали за неделю, и их мозг такой уставший, их тело такое изможденное, замученное, потому что человек себя забывал все эти дни, что он идет по этой накатанной и продолжает себя абьюз, продолжает издеваться над собой, сидеть в ресторане там, или же негативные разговоры вести, там о том, что все плохо и так далее, ведь эти негативные разговоры, ну и так знаем, что плохо, что хорошо, они не помогут, поэтому в пятницу уединение в смысле привести в порядок свой дух и тело в гармонию, больше кислорода, ну легко кажется оно, да, и восстановиться, это такое уединение, вам нужно будет, чтобы восстановиться, уединение от плохих мыслей, от негативных разговоров, от негативных практик, от негативных людей, и это тоже карта работы, и такой намек, очень тонкий Ленорман делает, что смотри, работа, она может забрать у тебя чувство личности, да, потому что ты всегда делаешь что-то для других, а свою личность, ну даже если любишь очень, свою личность ты забываешь, полностью забываешь, и номер один башня говорит, ты номер один, ты кто меня сейчас смотрит, вот эта госпожа прекрасная, в которой вышло кольцо, ты номер один, и в пятницу об этом всегда надо помнить, потому что пятница особенный день, когда мы уставшие, и можем сделать больше глупостей, выпить стакан вина, например, потому что устали, думаем, что-то нам поможет, никогда это не поможет, это плохая медицина, и так, 22 карта развилка, это две дороги, в общем, в парке, или лес, или к морю, или на речку, на пруд, к озеру, и в лес, например, ну, или может по улицам пройтись, если у вас, вы в красивом месте живете, там, где у вас красивые улицы, может быть, Нью-Йорк, Москва, Париж, если вам так повезло, вы в таких городах живете, вообще каждый город красив по-своему, да, я бы сказала, так что здесь где-то две дороги, лучше пройтись, лучше две дороги, чтобы открылись, и дороги для вас, как для личности, потому что, карта башни, это личность ваша, для вас, как для личности, открываются дороги, открываются дороги в двух сферах жизни, потому что развилка, это две сферы жизни, это одна сфера, например, на любовь, другая на дела, одна сфера на улучшение здоровья, а это все в руках ваших, забота о себе, правильный рацион, правильный режим дня, меня кто-то спросил, почему взрослому нужен режим дня, но чтобы не наделать глупости, потому что взрослые очень часто делают глупости, а детям режим дня не очень нужен, наоборот, им нужно свободно развиваться и смотреть, что для них работает, мы делаем все наоборот, мы ребенка нагружаем режимом, ему запреты делаем везде, и он не развивается, он видит ограничения, когда вырастает, он видит везде ограничения, кто-то богатый, но не я точно, кто-то успешный, но не я точно, кто-то живет в самом лучшем месте, но не я точно, Откуда это? Детские установки неправильные, понимаете? А взрослому нужна дисциплина, чтобы достигать цели. В общем, всё с ног на голову идёт в основном у всех, в любом обществе. Нам нужно помнить, что нужно нам опять это взять с головы и поставить назад на ноги. Поняли, да? На выходные давайте возьмём одну карту пока на субботу. Вот это. И помощницу. Итак, тринадцатый номер ребёнок. Ну, видели, да, девочки и мальчики? Что? Ну, правильно, да? Как высшие силы? Со мной лично, как предсказателем, с предсказателем высшие силы работают с каждым особенным. Но у меня так всегда. Начинаю о чём-то говорить, и у меня всегда идёт задний план. А это ли, что я говорю, поможет моим зрителям? Потому что ответственность предсказателей огромную несёт за то, что говорит. Поможет ли это моим зрителям? И когда выходит следующая карта, которая говорит, да, ты правильно говоришь, я думаю, фу, хорошо, это поможет моим зрителям то, что я сказала. Карта ребёнок. Я только что говорила о этих всех событиях. Можно перемотать назад, послушать. Я не буду повторяться, конечно, чтобы вас не напрягать. Главное, чтобы вы расслабились вообще. Потому что когда человек в хорошем настроении, всё хорошее с ним случается. Карта ребёнок. Свежий день. Прекрасный день. Свежее впечатление. Может быть, заниматься детьми будете, взрослыми или маленькими. Свежее впечатление. Новизна в отношениях. Может, новый знакомый. И ещё вторая карта вышла, которая говорит гроб. Что говорит карта гроб нам? Не напрягаться, не бояться ничего. Отдыхать. Вообще, традиционно карта гроб Ленорман говорит, что «Хей, чего ты боишься?» Может быть, внутренний ребёнок чего-то боится. Видите? Ребёнок и гроб. Что это означает? Может быть, ваш внутренний ребёнок чего-то боится. И как раз в субботу это замечательное время разобраться с этим. Поговорить или с самим собой, своим высшим «я», на моих раскладах можно, или с любимым человеком. О том, чего боится ваш внутренний ребёнок. Может быть, какая-то была травма детская. А может быть, вы боитесь начинать новый бизнес. Начинать новый режим дня. Начинать жить на новом месте. Понимаете? В новой профессии какой-то. Чего вы боитесь? Потому что гроб показывает страхи. И в субботу с этими страхами можно с вами войти в контакт. Потому что страхи, фобии. Это могут быть фобии, детские какие-то фобии. Как мы работаем с фобиями? Мы делаем то, чего боимся. И делаем то, чего боимся, как можно больше, как можно чаще. И тогда мы от страха миллион процентов избавимся. Ещё у меня есть такая чистка аффирмации на то, как работать с фобиями. Итак, мы делаем два ресурса. Мы делаем два ресурса из тех времён нашей жизни, когда нам было очень хорошо. Вот один ресурс, а вот другой ресурс. И посередине мы вставляем этот страх. И мы идём от одного ресурса к другому. И так боковым зрением смотрим на свой страх. Туда-сюда, туда-сюда. И чем больше. И этот страх перестаёт быть страшным. Потому что мы идём от одного ресурса к другому. Есть, по-моему, в Библии такое. От силы в силу. Где-то, по-моему, в песнях или в псалмах, что такое есть красиво очень. Мы идём от силы к силе. Ну, дала вам очень хорошие, кстати, рекомендации, как избегать страхов. Не избегать, а прорабатывать их. В смысле, избегать здесь правильно. Здесь пунктик избегать. Мы идём от ресурса к ресурсу. И как бы избегаем страх. И вместе с тем перестаём его бояться. Поняли? В общем, в субботу вы справитесь с какими-то страхами. Дальше. Ещё это может означать, чисто на материальном уровне, новые покупки. Мы часто в субботу делаем покупки. Смотрите, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали. Или, например, купить то, где у вас страх есть. Часто в этих торговых центрах это психология. На этом и работает. У нас у всех есть страх бедности. Потому что у всех в корнях, в роду кто-то был очень бедный. И что мы делаем? Мы идём, когда по покупкам идёт с нами этот страх. Эта сущность с нами идёт. Она у нас в голове. Такая кармическая сущность. И когда кто-то хочет нам что-то продать, что нам не нужно. Говорит, вы знаете, что такая скидка сейчас огромная. Только сегодня. И вы думаете, у вас страх бедности. И вы думаете, а вдруг завтра у меня не будет денег на этот набор постельного белья. Ну, вы на прошлой неделе купили постельное бельё. Вам не нужно больше. Например, привожу девочке. Любое что-то. И страх бедности вас заставляет это купить, потому что дёшево. Вы это вкладываете в шкаф. И оно там пылится, превращается в пыль. Предупреждение, что вот кошелёк ваш, да, гроб как кошелёк. Открывай его только по необходимости, потому что здесь ребёнок. Это маленькие траты. Не делайте большие траты. Опять увлеклась, долго читала. Ну, значит, так и нужно было. Воскресенье. Что вас ожидает воскресенье? Раз. Раз и два. Так, смотрим. Первая карта собака. Встреча с другом, с любимым. Встреча, может быть, в кафе. Может быть, к вам кто-то придёт. Навестить вас уютно. Это кто-то выполнит обещание тоже. Собака – это как карта кольцо. Выполнено обещание. Собака – это тоже верный друг, верный помощник. Вы себе, наконец, верный друг. Может быть. И смотрите, какая красивая карта. Вот здесь вы получаете ощущение, что можете довериться самому близкому другу. Понимаете? Именно доверие. Нужно было отойти на минутку. Продолжаем. Именно доверие. Потому что тот друг, который, например, живёт в другом городе, или это ваш любимый человек, который был занят целую неделю, если вы встречаетесь, или если вы, например, даже живёте вместе, но вы будете финансы какие-то подбивать, получите какое-то известие от этого друга, любимый куда-то пригласит вас. То есть какая-то запись. Какие-то, может быть, цены бумаги будете получать. Это тоже деньги. Это тоже деньги. То есть подбивать счета какие-то будете, составлять графики своей жизни, планировать. В общем, записи тоже. Здесь имеется в виду, что приятное время планировать. Потому что идёт речь о том, чтобы получить, во-первых, известие, конечно. Известие. Кто-то письмо напишет, кто-то что-то милое скажет, доброе. СМС напишет, я тебя люблю. Человек, с которым вы не можете сейчас встретиться. Обстоятельства такие, что не можете. Вы далеко друг от друга. Так сложилось. Да, время. Время такое, да, время. Вот что-то очень приятное. Какая-то, знаете, СМС, как говорят, запись какая-то, да, прочитали. Или же сами себе написали. Сами себе написали аффирмации, милые аффирмации. Отдых. Отдых. И в голове порядок. Порядок. Когда вот мы пишем записи, мы планируем, у нас в голове получается, как будто мы убрали, сделали уборку, да. Всё привели в определённый порядок. Именно вот такой день воскресенья. С другом поговорить, планы построить. Только для дружбы. Заметьте, с другом нельзя личные планы строить, потому что потом может обернуться плохим. Вам нужно с собой или с любимыми только строить планы. Например, у меня на видео можно строить планы. Но с другом строить планы дружбы. Что мы дальше будем делать? Как мы дальше можем с друг другом приятно провести время? Потому что здесь речь идёт о приятности. Наш мозг, наше тело любит приятность. И мы можем жить приятно, но это искусство. К этому не то, что нужно стремиться, но это нужно запланировать. Список какой-то. Планы, список. Воскресенье вот этим не забудьте заняться, чтобы это вам помогло. Хорошо всё? Прекрасная неделя. Я, конечно, буду ждать ваших комментариев, как неделя проигралась, как для вас что. Помогло обязательно. И мы будем видеться. Я очень хотела бы почитать, поэтому пишите, пожалуйста. Просто всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Мы увидимся тогда, когда вам захочется побеседовать с лучшим другом в моём лице. И когда вам захочется узнать о своём будущем, использовать для себя, провести время. А также просто приятно, чтобы нам было приятно. Это же самое главное общение. Я вас очень люблю, обожаю. Желаю вам счастья. И до новых встреч. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok